В Академическом театре имени Максима Горького прошла пресс-конференция с участниками культурного и социально значимого проекта «Народные театры Приморья», в который вошли города Артём, Арсеньев и Дальнегорск. Сейчас молодые актёры приморских сцен готовятся с удовольствием к новым показам спектаклей. Именно этот проект дал такую возможность развивать культуру театра в малых городах. Это очень важное дело, то, что мы начали. Я раньше этого не осознавала. Сейчас я абсолютно точно, с уверенностью говорю, что это очень важный проект. Очень важный. Он нужный, он нужен людям, он нужен краю. Ведь это же ещё и подрастающее поколение, понимаете? Мы и через эти «Народные театры», через возрождение культуры, поднятие её на ноги, мы таким образом будем воспитывать и подрастающее новое поколение. Вот Артём уже живёт, бурлит эта история. То же самое, я надеюсь, и верю, будет в Арсеньеве и в Дальнегорске. Для тех, кто однажды вошёл в жизнь театра, сцена стала вторым домом. В Народном театре города Арсеньева сейчас репетируют комедию в двух действиях «Цирк зажигает огни». Эта пьеса родилась с желанием создателей театра совместить как можно больше творческих сил города. В этой постановке, помимо актёров, приняла участие студия циркового искусства. И благодаря этому соединению зритель увидит спектакль в необычном формате. Великолепная пьеса, которая всё тех лет, и она желаемая, я думаю, зрителями простыми города Арсеньева. Щёки не надуваем, понтов нет. Всё крайне чистоплотно по отношению друг к другу и к театру, который там появился. Сегодня это не театр. Преждевременно говорить. Сегодня идут репетиции подробные. И мы 8 марта, наверное, или накануне 8 марта, увидим премьеру «Цирк зажигает огни» в городе Арсеньеве. Уже действующий Артёмовский народный театр скоро представит свой второй спектакль, но в этот раз детский, спящая красавица. А в Дальнегорске готовят рождественскую детективную историю «Восемь любящих женщин». Проект «Народные театры Приморья» – это возможность увлечь театральным искусством как можно больше приморцев. Поэтому он планирует расширять свою географию. И уже к 2023 году новые театры должны появиться в Лучегорске и в Спаске Дальнем. Алина Киселёва, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.